Чебоксарский экономический форум На тот момент Россия уже почти два года была полноценным участником Всемирной торговой организации. В деловой среде не утихали дискуссии о том, как это скажется на отечественной экономике. Российскому бизнесу предстояло начать играть по новым правилам российским регионам, выстраивать конкурентную политику и продолжать развиваться в сложившихся условиях. Тогда многие эксперты отмечали, снижение импортных пошлин увеличило приток недорогой иностранной продукции на отечественный рынок. В выигрышном положении оказались те субъекты страны, чья экономика специализируется на экспорте с низкой долей импортозамещающих отраслей. Металлургия, топливный комплекс, лесная бумажная промышленность. Наиболее уязвимой оказалась экономика регионов, чью основу составляет пищевая, легкая, химическая промышленность и машиностроение. С другой стороны, глобализация экономики дала России шанс полноправно участвовать в международных экономических отношениях, выйти на мировые рынки и обеспечить приток иностранных инвестиций. Буквально за год ситуация повернулась на 180 градусов. В связи с событиями на Украине, США и Евросоюз ввели санкции против целых отраслей экономики. Россия ответила тем же, в стране заговорили об импортозамещении. Мы вынуждены перестраивать экономические модели развития в связи с этими решениями. Переходить к импортозамещающим технологиям в большей степени использовать внутренние источники роста, включая и финансовые ресурсы. Это нормально, а в чем-то даже неплохо для нашей экономики. В чем-то это даже и полезно. С этим утверждением созвучны темы 8-го Чебоксарского экономического форума «Регионы. Новые источники роста». Основная тема форума – найти новые точки роста экономики. В рамках форума планируется рассмотреть вопросы развития промышленности, поддержка малого и среднего бизнеса, а также регионального бренда региона. В работе форума планируется участие более тысячи гостей. Среди них представители Совета Федерации, Государственные Думы, предпринимательское сообщество, представители иностранных государств, а также научных деловых кругов. Это ежегодное событие в мире экономики давно вышло за региональные рамки. В форуме принимают участие известные российские экономисты, ученые и гости из-за рубежа. Форум представляет собой сочетание конференций, семинаров, круглых столов, общения в формате B2B, выставок, презентации, деловых встреч в самых разных траслях. Малый и средний бизнес, тяжелая и легкая промышленность, транспорт, энергетика, строительство. Среди тем пленарного седания форума – механизмы стимулирования предпринимательской активности в регионах, региональный бренд как фактор успешного продвижения территории и товаров, источники финансирования и меры поддержки индустриальных парков. Одним из основных событий форума станет круглый стол, российская промышленность, период импортозависимости, новые возможности и перспективы. Кроме того, особое внимание планируется уделить вопросам оценки регионального инвестиционного климата, выявлению лучших региональных практик, ведению бизнеса. Важным показателем развития станет создание индустриального парка. На территорию с готовой инфраструктурой обязательно придут новые инвесторы. Мы в Чувашии в этот период, 23 числа, будем впервые проводить мероприятие. Я говорю впервые. Это мероприятие традиционно называется закладкой первого камня. Тем самым мы обозначаем о начале активной фазы строительства на территории технологического технопарка города Чебоксары. Этот технопарк находится в Новоюжном районе. И его территория предполагает возможность размещения резидентов. На сегодняшний день их у нас 8 резидентов, которые своими проектами доказали, что их идеи, проекты, которые будут реализованы, важны для Чувашии. И они являются в своих отраслях прорывными. Их проекты позволят нам в Чувашии организовать рабочие места. Ну и рабочие места, безусловно, принесут всем уровням бюджета дополнительное поступление. С закладки приступают три резидента. И их видительность связана достаточно широко как с производством электротехнической части, так и с производством новых изделий в области переработки. В столе из Чувашии началось строительство нового многофункционального центра по Эгерскому бульвару. Стоимость нового МФЦ составляет более 63 миллионов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджетов всех уровней, федерального, республиканского бюджета города Чебоксары. И это тоже улучшит инвестиционный климат республики. Принцип одного окна облегчает решение многих важных для бизнеса общества вопросов. Вообще, теме строительства на форуме отведут далеко не последнее место. Так, на 23 июня запланировано проведение круглого стола, современное строительство, новые условия и точки роста. Будут обсуждаться инвестиционная привлекательность строительного комплекса, проблемы инновационной деятельности в строительстве и архитектуре, жилищное строительство в регионах России. Итоги 2014 года и перспективные планы, государственная политика в сфере ипотечного кредитования и строительства и многое другое. Чебоксарский экономический форум В 22-й международной выставке регионы сотрудничества без границ планируется презентация субъектов Российской Федерации, выставка инвестиционных и инновационных проектов муниципальных образований, демонстрация современных подходов к обеспечению политики импортозамещения предприятий промышленности АПК, демонстрация достижения новейших разработок в разных отраслях экономики, в том числе в здравоохранении, образовании, жилищном строительстве. Кроме того, в течение двух дней свои творческие и технические возможности продемонстрируют лучшие отечественные и зарубежные пиротехнические коллективы и фирмы. Состоится 8-й международный фестиваль фейерверков.